Старше 40 лет и любительский статус – главные критерии для вечерней лиги. Это всероссийский проект по объединению тех, кто живет настольным теннисом. И хотя участники называют себя любителями, шариком и ракеткой владеют на уровне профи. Здесь каждый борется за личное первенство. В феврале 2023 года победитель и призеры этих соревнований представят Алтай на всероссийском поединке в Сочи. Чем хорошо настольный теннис – это социальный вид спорта. Он для простых людей. Поэтому простые люди как раз нашли поддержку, их больше и больше. Поэтому это и ребятишки, это и взрослые спортсмены, это и ветераны, это и любители. Ограничений никаких нет. 25 участников и четверо из них – теннисистки. Свой по-женски легкий, но технический меткий удар ракеткой Наталья оттачивает в этом зале больше 25 лет. Вечерняя лига стала для нее не просто состязанием, а возможностью общения с такими же единомышленниками. На самом деле в Алтайском крае один из самых сильных развит настольный теннис. И он не только в Сибири, но и звучит очень громко по всей России. Поэтому я счастлива, что являюсь частью этого такого проекта. И здорово, что мы можем продолжать эти традиции. Сражаются не только за себя. Команде-победителю Всероссийской вечерней лиги в Сочи подарят возможность построить в своем регионе профессиональный центр настольного тенниса. Что для нашего края было бы кстати, подчеркнули участники. Ведь планы строительства такого объекта в Барнауле зародились еще в 2021 году. У нас три профессиональные команды, которые играют в премьер-лиге и две играют в высшей лиге Б и Е. То есть мы побеждаем на первенстве Сибири, на чемпионате Сибири, выезжаем на всероссийские соревнования. То есть как бы развиваемся, пока все хорошо. Но, конечно, хотелось бы, чтобы у нас был... Мы мечтаем о своем доме, да, чтобы у нас был свой зал. К слову, попробовать овладеть ракеткой можно в ДК Сибэнергомаш. Там краевой центр настольного тенниса открыт для всех. А тройка призеров регионального этапа лиги выглядит так. Золото Степан Багиян, серебро за Алексеем Перфильевым, бронза Алексей Заболоцкий. Эти чемпионы и поедут на финал в Сочи. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.